Легендарный и незаменимый пистолет Макарова – один из самых знаменитых пистолетов 20 века. Десятки лет его используют в качестве табельного оружия в правоохранительных органах нашей страны. Почему выбрали именно его, как удобнее его носить и в каких случаях разрешено применять, рассказали сотрудники полиции своим гостям – студентам САРФАТИ и воспитанникам Молодежного объединения Военно-исторического клуба «Победители». Ребята посетили УВД в рамках акции «Студенческий десант». Акция проводится в формате кратковременной стажировки, которая позволяет студентам посмотреть изнутри на работу сотрудников полиции. В акции принять участие могут студенты, а также учащиеся любого среднеспециального учебного заведения. Акция проходит уже в шестой раз. В прошлые годы студентов знакомили с работой экспертно-криминалистического отдела, рассказывали о профилактике мошенничества, объясняли основные принципы работы полицейских. Темы каждый раз разные, но одно неизменно – все гости приводят на экскурсию в музей УВД. В нем хранятся самые ценные экспонаты, которые дают возможность прикоснуться к истории отдела в нашем городе. Архивные документы, фотографии, вещдоки, награды. В будущем, может быть, кто-то получит свою новую какую-то профессию. А в принципе, в качестве патриотического воспитания, такие общения, как органов внутренних дел, наших силовых структур, вообще со студентами, со школьниками, вообще с молодыми людьми, они очень важны. Также ребятам рассказали, что в нашем городе действует добровольная народная дружина. Ее участники помогают полиции поддерживать общественный порядок, ведут профилактические беседы, например, с подростками-нарушителями и контролируют соблюдение комендантского часа. Лидия Сергеева о народной дружине раньше не слышала, но ее работой заинтересовалась. Мне хотелось бы помогать Министерству внутренних дел России, даже не имея никакого опыта, не имея специального образования. Этого очень интересно, нужно также и для себя, чтобы я знала, как поступать в тех или иных ситуациях. Да, мне бы хотелось прийти в дружину, попробовать себя. В следующий раз в рамках акции организаторы планируют познакомить ребят с работой участковых уполномоченных полиции. Екатерина Пенова, Евгений Шевцов, Александр Мальков, служба новостей Саров-24.